Если вы хотите узнать, как на Аризона роли плей упрали отчёты, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. На Аризоне сейчас сплошные хорошие новости. Недавно у них вышла такая, знаете, знаменательная линия квестов, которая понравилась даже такому искушённому в квестах человеку, как мне. А сейчас они полностью, ну или частично, упрали отчёты во фракциях. Те самые отчёты, которые приходилось строчить абсолютно всем людям во фракции, начиная от лидера, заканчивая какими-то первыми рангами и вот всем-всем-всем прочим в организации. Как вы понимаете, эти самые отчёты это бич нашего общества. Это то, чего не должно было существовать вообще никогда в GTA Sam. На Advanced Roleplay в году 2016-2017 также была введена электронная система отчётов. Это не тогда, когда ты заливаешь вот все эти, знаете ли, скриншоты, там, слэштаймы, вот всё-всё-всё, вот это вот, знаете ли, прочее, на форум и вот тебя повышают. Нет, то есть отчёты, они были вот в таком виде. То есть ты там, допустим, стоишь на посту или там ловишь преступника. Игра всё это учитывает и выгружает всё это в отдельную сайт, в отдельную панельку для всех игроков. И там они всё это видят, сколько отчётов они сделали, сколько там ещё чего-то они сделали. Эта система была прям, знаете, охуительная. Мне тогда она очень сильно понравилась. Я очень сильно топил за то, чтобы на всех серверах она была. Но вот прошло время, прошли года, прошёл Advanced Roleplay. Вот это, знаете, эпоха Advanced Roleplay, когда он хоть немного набирал онлайн на своих серверах. И сейчас там ни этих отчётов, ни уж былого онлайна там вот на Advanced Roleplay нету. Однако сегодня мы с вами разоговорим не про какие-то там, знаете, другие проекты, другие сервера и вот про всё, про всё прочее. А про мой проект, на котором я снимаю с 250-го, я не знаю, с 181-го, с 386-го там ролика. Это ясно-понятно, бля, а чё-то убрали, блядь, а скины бомжи оставили. Ну ёбан-бобан, бля, ну это сука, вот, блядь, как в ПД-то можно поиграть хоть нормально, ну чё это за пиздец, сука. На Arizona Roleplay я снимаю, поэтому как бы айп-женчик-то в описании, вы заходите, в конце об этом я также скажу, и вы всё это, разумеется, узнаете. Но, давайте вот всё. То есть на Arizona Roleplay Сэм Мэйсон, так сказать, посидел, подумал, сказал, хм, мы же инновационный проект, мы же пиздаты, у нас же так много онлайна, мы всех вообще ебём и в хвост, и в гриву, чё нам ёб-то ещё надо? Ну, возможно, он не так сказал, возможно, а немного покультурнее, он всё-таки более культурный человек, чем я, я-то быдло ебанное, это как бы всё понятно с этим. Однако, есть вот одна такая, знаете ли, проблемка, непонятно вообще, как всё это будет реализовано. То есть просто я прочитал то, что во многих таких, знаете ли, самповских изданиях, в самповских журналах и во всём-во всём прочем, пишут, что вот да, устранили действительно отчёты. Каким образом их устранили? К сожалению, об этом не пишут. Возможно, Arizona Roleplay реализует ту самую систему Advanced Roleplay, которую они вследствие того, что, наверное, Андрей Ринга слишком ленивый, слишком графоман или слишком там ещё у него что-то плохо. То есть сейчас Arizona Roleplay по факту делает инновации. Arizona Roleplay это, знаете, такой Apple от мира сампа, это дорого, это престижно, это круто. И это как бы 13 там или сколько уже, 14 тысяч онлайна, я уже не слежу за всеми этими серверами, потому что чё бы они не открыли, какой бы новый сервер Arizona RP не открыл, он до фула. Поэтому, может, там уже говорить и 14 тысяч, и 15 тысяч, да и, в общем-то, 385 тысяч серверов у них там уже есть, я не знаю. Вот, то есть на всех этих серверах есть какой-то такой, знаете ли, стабильный онлайн. Но мы сегодня не про это. В общем-то, как всё это работает? Начальных рангов вроде как отчёты убраны совсем, а вот до, начиная с пятых-седьмых плюс рангов, уже там чё-то немного, как-то упрощается повышение. То есть, видимо, отчёты какие-то всё равно остались, но упростились. Походу, возможно, что с первого по, допустим, пятый ранг нужно будет там повышаться какими-нибудь уставами, я не знаю, законодательным кодексом штата, я не знаю, там ещё какими-то вещами. И вот так, вот так ты повышаешься, а потом уже с пятого до седьмого уровня, тут уж извините, куда деваться. Ничего более подробно про всю эту систему пока что на данный момент не слышно. Но если Arizona Roleplay всё это доведёт до ума, исправив вот все вот эти, знаете, ошибки молодости, ошибки прошлого, да я думаю, что от приставки Roleplay тоже уже нужно исправиться, то есть нужно, чтобы просто была там, не знаю, Arizona Games и всё. Но, опять же, будет не по канонам, и человек такой хочет зайти на Roleplay, а заходит на какой-то Games, и что там вообще со всем этим делать. Но я думаю, что рано или поздно мы дойдём до всех таких, знаете, светских правильных инноваций, которые у нас будут работать на этой самой Arizona Roleplay. А вы, в свою очередь, можете помочь Arizona Roleplay развиваться, а также вы можете помочь и мне. Если, допустим, поставите лайк под данным видеороликом, поставите дизлайк под данным видеороликом, оставите свой комментарий. А самое главное, самое главное, что вам нужно знать, это то, что вы можете зарегистрироваться на мой никнейм Данте Коннор по эпишнику в описании на сервере Arizona Roleplay Phoenix. Там же в описании есть ссылочка на мой телекрам-канал, в котором каждый день выходят новые посты о чём бы то ни было, о роликах, о каких-то прочих вещах, о моих мыслях. Возможно, поэтому заходите, там будет много-много всего. Всё, спасибо за просмотр данного видеоролика. Оставайтесь такими же крутыми, классными и многими другими. Я не прощаюсь, вот.